Компания Радострои, приветствую подписчиков, всем доброго настроения, здравия! Я хотел сегодня рассказать про классную идею, куда девать воду септика, если она не уходит. Сами монтируем достаточно давно уже септики, и постоянно запросы возникают. Находимся на участке, скважина пробурили, виноградово, 69 метров получилось, водичка отличная, хозяева довольны. А мы пока ходим и смотрим интересные решения, в том числе и вот это тоже мы используем, и вам расскажем. У них была какая-то ситуация в двух словах. В септик дверь был поставлен 5 лет назад, и все бы ничего, но здесь получается глина достаточно жесткая. Мы бурили когда-то же глина на глине. И с септикой люди сделали дренажик в бетонные кольца. Но эти бетонные кольца в скляне наполнялись, и они замучились откачивать. То есть постоянно хлюпает, постоянно сбивается труба. И вода стоит, и некуда ей деваться, потому что внизу глина. Они, говорят, намучились качать, кидали насос. Сначала вроде соседней не было, был пустырь, поэтому без проблем откачивали. Но потом озадачились, поговорили, и вот такое решение. Это конический фильтрационный колодец называется. В интернете продается, выглядит как, в общем, вот эта черная труба, она там идет вот так вот под конус. Немного вот такая юбка получается у нее. Свернутая, закрепленная, самому ничего делать. Где надо, бывает полтора метровая, бывает двухметровая. Вот это получается дренаж для уровня высоких грунтовых вод. Он где-то по высоте примерно где-то метров, сантиметров сорок от земли поднимается. Технология такая здесь. Здесь выкапывается яма, ну, диаметр где-то полтора метра, метр семьдесят, может быть два. Берется геотекстиль, ставится фильтрационный колодец, и геотекстиль идет в яму. Потом сюда заворачивается наверх, насыпается щебень, ну, и сверху там песочек. И, получается, вся эта конструкция, она поднимается от земли сантиметров на сорок. Еще раз напомню, называется конический фильтрационный колодец. Вся эта система. По отзывам людей работает это все прекрасно. В данный момент вода стоит на глубине примерно уровень земли. Вот уровень земли у нас. Вот вода стоит. И вот этот вот уровень, вот этот фильтрационный колодец, он никак не меняется в течение уже года или больше. То есть тает там снег, течет вода, все равно вот этот уровень. Вода расходится. Люди очень довольны. Людям очень нравится. Стоит, в принципе, это недорого. Вся эта конструкция, вот этот фильтрационный колодец, я посмотрел в интернете, стоит, ну, где-то там 5-6 тысяч продается Петрович, и в интернет-магазинах продается. То есть купить не проблема. И устанавливается легко. То есть он не тяжелый, можно самим поставить, щебнем обсыпать, поднять над уровнем земли. И все. И пользуется септиком уже без проблем. Септик стоит хороший, ничего не пахнет. И здесь ничего не пахнет в округе. Тверь хороший септик. Отзыв на нашем канале есть, можете посмотреть. Здесь тоже люди очень довольны. 5 лет без проблем. Никакого запаха, никакого обслуживания, никакой откачки нет. Прекрасно все работает. И вот такое решение. Недорогое, но очень эффективное. Сейчас единственный момент, что расскажу, как сюда заводится труба. Значит, от септика. Там стоит дренажный насос, который при определенном уровне набора воды из дома включает откачку. Труба идет в колодец, соответственно. Сейчас мы ее посмотрим от септика. Вот она заходит там в стеночку. И здесь она идет на высоту, чтобы остатки воды сливались на повышение. Идет на повышение сюда. И здесь она выходит уже вверху. Вот, видите, труба вот эта вот. То есть, вот эта труба, она проделывает такой путь. Через этот промежуточный колодец, который раньше не работал, с глиной. И септик. И септик откачает насос дренажный при приполнении септика. Через проходит транзитом сюда. Заходит сюда повыше. И здесь уже вот она распределяется по участку, по грунту. Никаких проблем нет. Ничего откачивать не надо. Сделал, как говорится, и забыл. Так что такое решение рекомендуем. Сами тоже будем использовать. Очень классно, интересно. Всегда есть чему поучиться. Тем более на опыте людей, которые это уже сделали. Люди уже пользуются. Люди очень довольны. Люди мучились, откачивали. Но нашлось решение. Вот это решение 100% работает. Поэтому продолжаем учиться сами. Делиться с вами интересными решениями. Также помогать уборить скважины. Обустраивать скважины. Если понравилось видео, поддержите наш канал. Что там надо сделать. Сами знаете, что надо сделать. В общем, всех вам благ. Хорошего настроения. Компания Радострая. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Продолжение следует...